И сейчас мы возвращаемся к первой теме выпуска. Британская картина «Король говорит» этим утром была удостоена главного Оскара в номинации «Лучший фильм года». Церемония вручения премии Американской Академии в этом году запомнила сразу двумя скандалами. Наш собственный корреспондент Алексей Веселовский услышал, как ругаются в Голливуде. Шумиха необходим Оскару, чтобы к шоу, которое из года в год критикует за затянутость, оставался интерес. На этот раз за считанные часы до начала один из голливудских блогов выложил в сеть полную программу-церемонию, которую обычно стерегут, как зенит суока. Не хватало лишь имен победителей. Киноакадемия тут же лишила незадачливый блок аккредитации, но в кулуарах поговаривают, что академики нарочно сообщили журналистам все подробности, а потом раздули из этого целую историю. В любом случае, одним скандалом не обошлось. В самом начале вечера актриса Мелисса Лео, получая Оскар как лучшая актриса за роль второго плана в фильме «Боец», так сильно испереживалась, что неожиданно выруглась со сцены на весь мир. Эй, это мое? Мне? Когда смотришь на победителей со стороны, кажется, что это просто. На этом неожиданности «Оскара» в этом году закончились. Всех вероятных победителей пресса предсказала загодя. Лучшим актером второго плана назвали Кристиана Бейла за роль боксера в фильме «Боец». Натали Портман, год занимавшаяся балетом с русскими хореографами, чтобы сыграть в фильме «Черный лебедь», за эту роль получила свою первую статутку в жизни. А лучшим актером академия назвала Колина Фёрта, сыгравшего английского монарха Герга VI в ленте «Король говорит». Кажется, только что моя карьера достигла вершины. Спасибо, академия. Должен вас, правда, предупредить, у меня что-то странное внутри происходит. И оно вот-вот может пуститься в пляс. И тогда мне придется быстро уйти со сцены. Главной интригой вечера, как считали, должно было стать соревнование двух картин «Социальные сети», «Король говорит». Но в основных номинациях «Голливудская корона» досталась «Королю». Кроме приза лучшему актеру, эту ленту назвали лучшим фильмом. И еще два «Оскара» достались ей в категориях за лучшую режиссуру и оригинальный сценарий. «Социальная сеть» фильм режиссера Дэвида Финчера о создании Facebook, выдвинутый на 8 «Оскаров», получил три статуэтки. А «Вестерн. Железная хватка», номинированный на 10 наград, и вовсе не получил ни одной. «Фантастический боевик. Начало» собрал четырех «Оскаров», но все в технических категориях. «83-ю церемонию» попытались осовременить, омолодить и оживить, насколько это возможно. И даже семьи актеров для этого привлекли. «Вон, вон, моя мама! Милая, не горбись. Здесь же Стивен Спилберг в зале». Виртуальные декорации, трансляции Facebook и Twitter в этом году отказались от долгих представлений, а речи победителей немалосердно заглушали музыкой, если они переваливали за 45 секунд. Академики не учли только одного. Как ни старались, «Оскар» в этом году лишился главного – сюрпризов. Он ничем не удивил. Если победителем он, безусловно, запомнится, то зрителям вряд ли. Алексей Веселовский, Владимир Бадиков, телекомпания НТВ, Голливуд.